Стычки возле Верховной Рады. С самого утра все подъезды к улице Грушевского были перекрыты. У стен парламента собрался многотысячный митинг. Кто пришел, чего требовали и как все закончилось, узнаем от Юлии Жешко. Пока в сессионном зале парламента голосовали, у его стен собрался многотысячный митинг. Среди них бывшие военные и пенсионеры. Они пришли требовать возврата субсидий, перерасчета пенсий и выплаты долгов по зарплате. Мы требуем для начала, чтобы отстали, не трогали ветеранов войны абсолютно. Постоянно урезаются льготы. Постоянно у них там в голове война только у этих идиотов. Войну никто прекращать не хочет. И ущемят народ. Выплаты, конечно, задолженности. Передо мной около 18 тысяч. У нас она уже составляет за два месяца эта задолженность. Плюс поднятие тарифных ставок тоже, повышение заработной платы, потому что цены растут, коммуналка растет, все растет, а зарплата у нас остается на одном и том же уровне. Шахтеры и афганцы не могут выжить в собственной стране. С таких лозунгов начался мирный протест под Верховной Радой. А вот закончился он, не поверите, стенка на стенку. Вот так можно было описать события, которые здесь происходили. Нардепы проигнорировали требования митингующих. После этого на улице начались столкновения. Досталось и правоохранителям, и митингующим. Протестующие бросали в сторону Рады бутылки, палки и дымовые шашки. А силовики отвечали дубинками. Люди уверяют, борются за кровно заработанные. Одним только шахтерам государство должно около миллиарда гривен. 750 миллионов гривен. И они не выдержали. Сегодня прибыли в Киев, чтобы сказать, что они не согласны с такой политикой. Возможно, последний крик о помощи, почему люди сюда приехали. Это все спонтанно, никто их не организовал. И поэтому нам пришлось подтягиваться, чтобы поддержать их. А как жить? Я на пенсии, я військовый человек, я всю жизнь в армии прослужил. У меня пенсии 1600 гривен были, сейчас добавили 3200. Я могу платить за газ, за свет, вот это все. И еще льготы хотят у меня отобрать. Если льготы отберут, тогда что мне? И ты посадку дрова пылять, а посадку гоняют. Среди митингующих были и нардепы. Лидер СПУ Сергей Каплин заявил, что можно вернуть субсидии, погасить долги по зарплате и пересчитать пенсии. Деньги на это в госбюджете есть. Мы выдвинем ультиматум. Жесткий, четкий ультиматум. Мы перегроем все дороги в этой стране. Мы создадим 5 региональных штабов. Мы добьемся, что страна вернется простым обычным людям. И перестанет быть собственностью барых, перестанет быть собственностью олигархов, перестанет быть собственностью тех, кто считает себя хозяевами жизни и плюют 2-го, 3-го, а в Кабмине 4-го, 5-го этажа на простых людей. Нам всем абсолютно понятно, что деньги для простых людей есть. Потому что есть премии для руководства нефтегаза. Потому что есть премии и невероятно высокие зарплаты для министра социальной политики, вице-премьеров. Спустя несколько часов конфликт утих. На место прибыли еще с десяток патрулей полиции. Услышит ли власть требования украинцев, вопрос остается открытым. Но вот исход сегодняшних событий уже известен. Есть жертвы. Юлия Жишко и Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. После столкновения возле Верховной Рады за медицинской помощью обратились 8 правоохранителей, а также трое участников протеста. По словам начальника киевской полиции Андрея Крещенко, двоих митингующих доставили в отделение. Крещенко добавил, что второй задержанный, цитирую, дергал полицейских за снаряжение и пытался вытащить оружие. На площади приблизно 1000 митингувальников в ходе сутичок, которые несколько дней тому произошли. Одного было затримано, в теперешний час он находится в районном управлении. Его будет затримано уже следчим. Это нанесение телесных ушподжений працевнику полиции. Кроме того, был проведен тест. В него стану алкогольного спьянения.